Торжественные мероприятия в честь последнего звонка, знаменующего завершение учебного года в Тульской православной классической гимназии, начались с божественной литургии в Успенском кафедральном саворе города Тул. По завершении богослужения, совершенного митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием в служении городского духовенства, принимавшие участие в общей молитве педагоги, гимназисты и их родители, собрались под сводами «Альма-Матер», где владыка Алексей, ректор гимназии Протерея Лев-Махно и губернатор Тульской области Владимир Груздев поздравили юбилейный, 15-й выпуск с окончанием обучения. Сегодня у вас такой знаменательный день, с одной стороны, с другой стороны, это, конечно, рубеж. С одной стороны, вы многое сделали, у вас сегодня звучит последний звонок, занятия закончились, вы начинается жизнь. Первые испытания уже начнутся на следующей неделе, когда вы будете сдавать единые государственные экзамены, потом вступление в институт, выбор профессии. Это все очень важно, и это та жизнь, которая вас ждет впереди. Она, конечно, другая, не та, которая была в ваших первых семнадцать, по-моему, в семнадцать лет, но поверьте мне, что она полна испытаний, полна искушений, и очень важно, чтобы вы проходили все эти испытания и искушений с честью. У Бога раскрыты руки для того, чтобы вас принять. А вот движение навстречу этих раскрытых рук зависит от вас. Идти к Богу или стоять на месте. Успех вам! Успех в созидании, в творчестве и в любви друг к другу, в любви к ближним своим. Потому что узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, это слова Христа Спасителя. Вот если будем сеять любовь, а не зло, если не будет в нашем сердце зависти, то мы с вами будем созидателями. Успеха вам в созидании! И чтобы Господь благословил ваш труд, и вы поступили все в высшее учебное заведение. Сегодня, конечно, особенный день для наших благословенных выпускников. Большой жизненный этапный период. Прошли мы вместе с вами изо дня в день и из года в год. И вот сегодня для вас звучит последний звонок. Это напоминает такую аналогию, картину, когда мы оказываемся сегодня с вами на большой пристани у причала на берегу бушующего жизненного океана. И на этом причале приготовлены корабли различные, каждый со своим именем и каждой своей марки. Это и большие корабли, это и яхты, это и какие-то другие, кармуэллы, может быть. И вот теперь каждому из вас предстоит, прежде чем взойти на капитанский мостик этого корабля, который будет символизировать предстоящую вам жизненную стезю, вам нужно еще сдать серьезный экзамен, получить аттестат зрелости и потом, вступив на капитанский мостик, положить на штурвал свою руку и повезти корабль своей жизни по океану. И дай Бог, чтобы это ваше жизненное путешествие было добрым, было беспечальным, было бы достойно высокого благоподобного звания человека. Радуюсь вместе с вами этому прекрасному празднику. Благодарю еще и еще раз всех тех, кто вместе с вами помогал вам прийти в эту ответственную принесу. И желаю, чтобы ваш корабль всегда имел свой парус, раскрытым по подобию хорубвина, который будет изображен подвигоположный Господь и Спаситель наш Иисус Христос, чтобы всегда в Него мощно и крепко веял ветер многообразных дорог Святого Утешителя Духа Истины, чтобы всегда ваше движение было бы правильным, красивым и радостоносным. С праздником вас, мои дорогие! Милость Божия и благословение Святой Живоначайной Троицы, молитвами Богородицы и Святых в земле нашей Кузькой Президентры, да сопутствует вам в вашем большом предстоящем жизненном пути! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ